Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают! С вами Дарья Топузлиева. Этой старейшей в мире компанией по производству хрусталя уже более 200 лет восхищается весь мир. А сам французский городок, у которого бренд позаимствовал свое название, стал символом непревзойденных ремесленников. Можно смело сказать, что Бакара – предмет гордости любого француза. История марки началась в 1764 году, когда король Людовик XV распорядился организовать производство стекла в местечке Бакара. С этого момента и началась невероятная история хрустальной империи. Сначала об этом городе узнала вся Франция. Вазы, статуэтки, аксессуары, выпускаемые на фабрике, пользовались популярностью французской знати. В 1823 году мастера получили первый королевский заказ. Вслед за французской знатью в Бакара зачастили представители домов со всей Европы. И еще бы, тамошние ремесленники делали лучшие троны. Основным клиентом Бакара, нетрудно догадаться, была российская элита. После визита царя Александра II возрос поток заказов из России. Некоторое время спустя одна из печей завода стала называться «Русской». Она выпускала продукцию только для нашего рынка и работала 24 часа в сутки. В 1839 году на заводе начали выпускать цветной хрусталь. Искусство мастеров, помноженное на яркие цвета, вознесло популярность предприятия до небес. Благодаря этому через полвека представительства Бакара были уже на всех континентах. Конец XIX века ознаменовался для завода новым направлением. Компания начала делать флаконы для духов. За несколько лет производство увеличилось со 150 до 4000 штук в год. Кстати, Бакара и сегодня делает одежку для парфюмерии таких гигантов, как Диор, Версачи и Ланком. Фирменная подпись появилась на изделиях бренда в 30-х годах прошлого века. На смену бумажной этикетки пришел логотип, который наносят с помощью травления кислотой. Начиная с 90-го года, в дополнение к торговому знаку, с помощью лазерного луча наносится логотип Бакара. Сегодня все надписи гравируются с помощью пескоструйной машины. На ювелирные украшения наносится только логотип, а начиная с 97-го года розетка красного цвета украшает и люстры. Так или иначе, но президент США Франклин Рузвельт получил созданный специально для него сервиз уже с фирменным знаком Бакара. Руководители завода никогда не гнушались привлекать к своей работе других мастеров. Предприятие, например, активно сотрудничало с Фаберже и Сальвадором Дали. Сегодня Бакара – это столовая посуда, вазы, подсвечники, декоративная скульптура, сувениры, флаконы и аксессуары. Самые необычные изделия современной Бакара – это эффектные ювелирные украшения, главный элемент которых, конечно, хрусталь. Все предметы Бакара по-прежнему выполняются вручную, будь то 7-метровый хрустальный фонтан или храм Меркурия высотой 5 метров. Историю для вас рассказывала Дарья Топузлиева. До новых брендов! Тренды-бренды – сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают.